Коронавирус продолжается, но никто не отменял и сезон гриппа. Улучшить эпидситуацию и избежать осложнений, по мнению медиков, поможет вакцинация. Против гриппа привились уже около 100 тысяч человек, а вот с коронавирусом сложнее. Первым компонентом вакцинировали около 700 тысяч пациентов. Но чтобы выйти на коллективный иммунитет, этого недостаточно. Нужно привить еще не менее 1 миллиона. Мы фактически сейчас, не выходя из третьей волны, уходим в четвертую волну коронавирусной инфекции. Если нам не удастся избежать микса этих инфекций, то это будет колоссальная, повторяю еще раз, многократно увеличившаяся нагрузка на нашу отрасль. И, естественно, страшен микс этой инфекции, страшны последствия. Вы ведь прекрасно ориентированы, вы знаете, что у гриппа очень часто он тоже осложняется. Это и миокардиты, это и пневмония, это и он уходит в полиорганную недостаточность. Поэтому вот здесь крайне важно всем включиться опять же в этот период иммунизации. Вакцинированные тоже болеют, но не так тяжело. Прививка помогает избежать страшных осложнений. Однако сейчас количество заболеваний растет. Это и сезонная ОРВИ, и грипп, и пневмония. Люди жалуются, что невозможно дозвониться в поликлинике. В каждую регистратуру в день поступает более 200 звонков, поэтому всех обслужить сложно. Но Министерство здравоохранения предлагает альтернативу. Если нет нужды или вопрос не срочный, лучше звонить после обеденное время. В конце концов, есть всегда альтернативные телефоны, есть всегда телефоны руководителей медицинских учреждений. Если вы не можете дозвониться в регистратуру, звоните главному врачу в его приемную. Звоните заместителю главного врача, если у вас срочные вопросы, вы его не можете решить. Мы поставили задачу перед всеми медицинскими учреждениями максимально отвечать на запросы наших жителей, чтобы ни один не был брошен, чтобы ни один не был упущен. В Ставропольском крае все медучреждения уже готовы к осенне-зимнему периоду. В этом году приобрели 104 автомобиля скорой помощи, которые уже доставили в поликлиники и больницы. По поручению губернатора все жалобы жителей были приняты во внимание.